шаббат шалом еще раз и сегодня у нас глава под названием ваишлах это отрывок из бытие с 32 глава с 3 стиха по 36 главу 43 43 стих в этой главе получается что яков он возвращается обратно на свою родину и там если кто читал был момент где он боролся с ангелом и ангел его назвал израилем потом он встречается яков он встречается с эйсавом и он думал что он его убьет эйсав хотел убить якова за то что он первородство первородство у него забрал и но получается так что господь делает так что они в этот момент примеряются также в этой главе умирает рахель после родов и яков прибывает в хеврон к своему отцу и исхаку исхак умирают в 180 лет и в этом в этой главе я обратил внимание на то что я так понял для себя что эйсав в этой главе он как прообраз дракона из откровения новом завете и сав как прообраз дракона и хочу сразу сказать что у нас от эйсава это сейчас соединил этом месте эйсав он от него пошел народ эдумитяне это было поселение дом после после того как эйсав и яков они расходятся по разным сторонам они встретились да там друг друга обняли там ура слава богу мы встретились как бы и после этого они расходятся у исхак своя жизнь у якова своя жизнь яков пошел жить в египет а исхак остался там на юге израиля он остался жить на юге израиля он поселяется в таких местах которые называются там есть петра в иордании это город в скалах и если там можно картинку если получится показать я скидывал эту карту чтобы примерно понимать вот на вот там поселился эйсав со своим народом и получилось 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 и думея и потом когда моисей будет выходить из египта он будет просить это митян чтобы пройти через этот местность обратно в израиль вернуться но да да там где красная да это там вот жили это митяне эйсав это переводится как косматый красный и дом это тоже значение слова красный красный цвет это очень важно и в дальнейшем чтобы понимать это это историческая область да и вот в этой области жил жил эдом с эйсавом в этой главе также у нас есть гавтора гавтора это как параллельное место писание которое ведет нас дальше в недельной главе и в этой в этой гавторе дальше вот как события развиваются и яков встретила и сава и сав расселился в тех в той местности и мы читаем гавтору и перед этим скажу что во всех пророчествах эдом должен был уподобиться содому и гаморе и навсегда нам и навсегда остаться необитаемым бог говорил что он уничтожит эдом и он не будет существовать хотя он израилю говорил чтобы они его не трогали как бы они его не трогали мы читаем что дальше мы можем открыть мы можем открыть авдий первую главу первый стих это гавтора то есть мы вспомнили что яков встречает и сава и сав он они расходятся после этого и сав селится в той местности и это эдом называется и все мы помним что эдом это одно из значений этого слова это красный цвет и также и сав тоже одно из значений этого слова крат красный мы читаем первую главу авди это пророк который пророчествовал против эдома то есть против вот этой вот местности которые мы только что увидели против потомка фейсала он говорит так говорит господь бог об эдоме весть услышали мы от господа и посол послан объявить народом вставайте и выступим против него войной в этой но эта глава она начинается с того что бог обещает реальное физическое уничтожение эдома и потом оно так и произошло что в 106 году нашей эры и думея или дом они она потеряла свой статус царства и значительная часть она вошла в в римскую провинцию и после этого государственность потеряла она навсегда то есть эдомея перестала существовать как государство как так как и заповедовал господь и параллельно к этому стиху вот авди 1.1 если мы откроем параллельную ссылку которые нам сведут дальше по исполнению пророчеств или по похожему пророчеству мы можем открыть из там получается стих есть из иса я 63 глава с 1 по 6 стих и мы можем прочитать сейчас то пророчествует против дома иса я пишется в первом стихе кто это идет от и дома в червленых ризах от вассора столь величественные своей одежде выступающий в полоте силы своей я изрекающий правду сильный чтобы спасать может уже кто-то понял кто кто это здесь в этом стихе если подумать то тут легко в принципе понять кто этот человек в этом вот есть к этому к этому стиху есть комментарий дала дала ский дала ский дала ский семинарии и они говорят что бог он как появляется как спаситель и но в этом в этой главе и шо да он поворачивается как тот кто карает и наказывает за злодеяние он идет от от дома от столицы и вассора там где жили и дометяне которые олицетворяют собой в этот в этих стихах одном олицетворяет собой весь языческий мир то есть всю всех людей которые противостоят богу то есть мы понимаем что эдом это не только физическом мире потомки и сава которые были уничтожены а также это собирательный образ всех язычников которые противостоят богу в духовном мире и хотят уничтожить израиль и божью общину читаем дальше от чего же одеяния твое красно и ризы у тебя как от утоптавшего от вточили отвечает я топтал то точила один из народов никого не было со мною я топтал их во гневе моем и поопирал их ярости моей кров их брызла на ризы мои и я запятнал все одеяния свои ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал я смотрел и не было помощника дивился но не было поддерживающего но помогла мне мышца моя ира ярость моя она поддержала и меня и поправ я народы во гневе моем и сокрушил их в ярости моей это мессианское порочество айешуа и о последнем суде то есть эдом он олицетворять языческие народы и с которыми раз будет разбираться и шо когда он вернется и будет их уничтожать мы здесь также вот есть игра слов что кровь на иврите это адом и слово такое и весьма весьма схожи она с эдомом и это прозвище эдом возникла от имя и сава красный как мы помним эйсаф это красный мы понимаем что картина вот который рисует и са и сая она пророческая и также относится и к нашим дням бог уничтожил эдом физически в то время но еще принесли предстоит духовное уничтожение вот это потому что этот дух антихриста и дух антимессии дух антисемитизма он выступает вместе вместе с этим вот народом вместе с эйсавом который хотел уничтожить я кого еще тогда когда он украл у него первородство он сердце своем задумал что я убью я кого и это поселилось его сердце и потом передавалось вот дальше и и мы знаем что из эдомитян вышел ирод великий который хотел убить который приказал убить всех младенцев которые родились когда ешуа родился он ирод он отдал этот приказ и ирод он был из народа эдома то есть этот дух он как бы вот действует через от эйсава действует дальше он действовал и фараоне он действовал и в гитлере и в любом антисемитском движении вот этот дух антихриста который хочет всегда уничтожить народ израиля и общину ешуа и также я понимаю что не зря вот с красным цветом завязано очень много символики когда яков украл первородство у эйсава там была красная похлебка и сам эйсав он был красным его имя он как означало красный и это нас отсылает в откровение и мы видим что дракон который хочет пожрать женщину ее ребенка в откровении 1234 тоже написано что там был большой красный дракон который семью головами десятью рогами это уже пророчество на будущее когда ну и сейчас это наверное уже происходит когда вот этот антихрист он хочет уничтожить израиль и также великая блудница из откровения она тоже сидит на багряном звере и она обличена в порфиру и багряницу то есть везде этот красный цвет он как бы символ ну как бы вот перекликается с последним временем и этой идеей и в конце хочу сказать что в авдии в гавтаре в конце вот этой главы там где мы написали читали что дом будет уничтожен в самом конце в 19 стихе первой главе авдии 19 стих там написано что завладеют те которые к югу горою и сава которые в долине филистимлянами и завладеют полем ефрема и полем самарии а виниамин завладеет галадом и в двадцать первом стихе и придут спасители на гору сион чтобы судить на гору и сава и будет царство господа то есть мы видим что в конце будет большой суд над над домом и потому что это как прообраз и символ всех языческих народов на этом моя мысль заканчивается шаббат шалом всем и